И снова здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу одну из замечательнейших игрушек, которая называется Don't Touch The Spikes. У этой игрушки имеется довольно-таки много режимов игры. И очень много разных, так сказать, не знаю, отдельных, что ли, мини-игр для накопления монеток. Ну, разных валют игровых. Не знаю, как правильно сказать. Чтобы начать основную игру, мы должны просто тапнуть в центр экрана, прямо на эту птичку, и наша игра начнётся. Чем-то игра напоминает мне Flappy Bird. То есть мы нажимаем, птичка подлетает вверх. Так, вот сейчас она врезается в шипы, мы умираем. Цель игры — собрать как можно больше очков и конфеток. За конфетки мы можем открывать разные бонусы. Вот так, собирая разные конфетки. Вот, соберём ещё вот это вот. Вот так мы вот летаем от края к краю, толкаясь и не врезаясь в шипы, как вот, например, сейчас. Мы не должны как бы врезаться в шипы, и всё отлично будет. Собирая наши как раз вот конфетки, мы можем открывать новых птичек. Вот, вы видите, тут это всё птички, и они открываются за вот эти вот, за 10 конфеток, там, следующее за 20. Так, по нарастанию. Очень много разных птичек есть. Давайте же попробуем набрать хотя бы 10 конфеток, и я вам покажу, какая птичка тут будет сама первая. Вот мы собрали нашу первую конфетку. Нам надо ещё уже 6. Так, вот эту собирать пока не буду, хотя она сама собралась, отлично. Мне даже это суперски вообще. Так, собрали вот эту конфетку. Не думаю, что, да, там было очень сложно попасть между них. Итак, давайте же соберём ещё одну конфетку, чтобы наконец воспроизвести покупку, так сказать. Всё, мы собрали одну монетку, можем падать на шипы. Нам это не страшно. И нажимаем вот на эту иконочку. И тут мы уже можем, так сказать, купить нашу птичку. Вот, это такая синенькая птичка, мы её тоже можем выбрать. Дальше. Есть режим игры двух игроков. Один из игроков всегда будет красным, а другой будет всегда синим. И так можно играть с друзьями. И участие, например, сделать так, что красный выиграет. Вот. То есть первый игрок выиграл. Ну и вот так вот всё тут заканчивается, можно выйти обратно. Вот. Дальше. Ещё один очень интересный режим игры, это дуэль. За победу в дуэль нам дают пять конфеток. Поскольку мы сейчас синяя птичка, как вы помните. Вот мы постараемся сейчас его хоть раз выиграть. Так. Ну, в принципе, игра довольно-таки идёт легко на первых уровнях. Только почему-то у меня шип остался. Мне как бы сложнее немножко. Вот. Так. Я улечу сюда, он упадёт. Нет, он проиграл даже на такой легкотне. Итак, как вы видите, враг наш проиграл. И мы заработали всего лишь одну звезду из трёх. То есть нам нужно выиграть три раунда, чтобы победить. Но я не собираюсь этого делать. И быстренько сейчас три раунда умру. Точнее, даже не буду умирать, просто назад выйду. И так, я вернулся. Что-то случилось. Назад тут нажимать опасно. Ну, что сразу всё убывает. Так же, есть ещё режим игры пещерный. Мы здесь опускаемся вниз. И ловим зелёные кристаллики, так сказать. Мы можем улучшать нашу каску, которая светит нам. Ну, вы сейчас поймёте, о чём я. Нажимаем Explosive. И вот мы летим от стороны к стороне. Вот я уже вижу алмазик. К сожалению, да, мы проиграли, но один алмазик не собрали. Вот в чём сложность этого режима. Вот ещё один алмазик я уже вижу. Так, вот мы так летаем из стороны в сторону. И там, оказывается, был где-то шип. К сожалению, я на него попал. Итак, ещё в этом режиме есть, так сказать, мини-игра. Это свой собственный парк. Что же тут нужно сделать? Да ничего. Просто опять, пока пролетит какая-нибудь птичка, нажать на неё. И потом собрать синий кристаллик. Здесь мы получаем синие кристаллики. За конфетки... Кстати, тут есть даже донат. За конфетки мы можем улучшить наш парк. Это отображается иконкой с молоточком. Вот, улучшить его можно за 25 конфеток. Ну и, в принципе, да. Вот такая вот интересная игрушка. Можно поиграть с друзьями. Довольно-таки большое развитие. Не знаю, что я сейчас сделал. Ну, а мы переходим ко второй игре. Так, я вернулся. А вторая игра называется «Тысяча одна попытка». Игра довольно-таки... Почему довольно-таки очень хардкорная. Набрать здесь высокий рекорд, думаю, будет сложно. Тут есть два режима игры. Обычный и сложный. Давайте здесь зайдём в обычный. Мы играем за такого чувачка, который прыгает из стороны в сторону и собирает разные алмазики. Алмазики здесь есть двух видов. Красные, которые дают 10 очков. И есть алмазики зелёные. Они дают 100 очков. За то, что вот эти шарики вылетают, нам даются, по-моему... Сейчас скажу, сколько. Да, 4 очка. Нам даётся 4 очка. И вот мы уже скоро наберём сейчас 250 очков. И сейчас должен быть, кроме этого шарика, ещё шип вылезать. Да. Он немножко мешает. Но пока ещё всё легко, поверьте. Это пока ещё цветочки. Итак. Вот мы про... Да я даже сейчас проиграл. Ну и так у нас бывает очень много разных... Так сказать... Препятствий, которые есть в этой игре. И начиная уже с 1250 очков, там просто... Просто вот... Трудно очень играть. А есть также ещё хард-мод, в котором вот... Сразу по краям шипы. И тут очень быстрое развитие. Сразу вылетает шар. Сбоку появляется шип. Сразу вылетает ещё мина. Вот, тут много всего. Ракеты, лазеры. Огнемёт. Ой, это, по-моему, сейчас демон вылетит. Нет. Ну тут тоже даже демон есть. Он тут на 400 очков вылетает. Отлично. Меня даже сейчас перебили. Ух ты, новый рекорд? Вы серьёзно? Ага. Да, новый рекорд. Также мы видим внизу строчку 94 алмаза, чтобы открыть нового персонажа. Персонажи выбираются рандомно в начале игры. Ну тоже... Некоторый плюс к этой игре. Ну и что же. Об этой игре много нельзя рассказывать. Разве что в настройках там полазить. Посмотреть, что тут есть. Ну и всё. А так-то игрушка довольно-таки, я не знаю, очень прикольная. Причём она есть как на Android, так и на iOS. Насчёт первой игрушки я не знаю, есть ли она на iOS. Вот так, в принципе, да. Прикольная игрушка. Бесплатно в плей-маркете, да. Зачем я, правда, это говорю? Ну просто хочется что-нибудь сказать об этой игрушке. Ведь реально прикольно. Он может так посидеть. Несколько, может быть, даже часов потратить на неё. Вот, кстати, я уже дошёл до лазеров. Чё-то хорошенько я начал. Может, даже побью свой рекорд, который у меня на этом планшете. Если вдруг хотите побить рекорд, который на моём iPad'е, то сразу говорю, что он 4000 с лишним. Возможно, даже я его поставлю даже здесь, мой рекорд по всем играм. Но на iPad'е немножко легче, так сказать, что ли, играть. Поэтому я не знаю, вот тут мне как-то не очень удобно играть. Так, демон пропал, отлично. Я продолжаю набивать свои алмазики. Так. Успел. Отлично, всё очень работает. Хорошая детализация игры. Блин, графика не очень. И хоть и игра лёгкая, но всё равно при съёмках у меня такие проседания кадров. Так, уходим. У меня тут уже 1900 очков. Так. Вот так. К этому я был готов просто. Так, сейчас ещё один демон. Я уже был готов. Вот демоны, это самое противное в этой игре то, что... Я молодец. Отлично, напоролся я на динамит. Ух ты. Реклама. Реклама на YouTube. Ха, отлично. О, убрать рекламу, кстати, можно. Хм. Можно спросить, а почему на iPad'е рекламы нет? Хм. Не знаю, но на iPad'е и на Android'е всё бесплатно. Так что можете свободно играть в Play Market'е. Супер. Игрушка. Ну и на этом всё. С вами был Иван Смит. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Точнее не так. Не ставьте лайки. Оценивайте. Вот это будет правильно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok